Добрый вечер, господа! Привет, короче. Ну, давайте, мужики, влетать. Да, тут нас цех какой-то, endpoint, сангал, все дела. Ну, в общем, ладно, давайте, смотрите, действительно, что к чему. Посмотрим, да, второй пик как раз-таки турецкий, поэтому, поэтому, может быть, действительно, ребята на нем и поборются. Ну, вот 5-3 только что было, уже и 3-2, а тут со спины мейджор, а мейджор-то не очень в целом, но, в общем, разобрались. Было 5-3, стало 3-2, но, в общем-то, ребята раскидали. Первый за сангал. Это правда. Когда-то легендарная команда турецкая, которая удивила весь мир, правда, в немного измененном составе. Раньше это были Space Soldiers, Engine, Pass, Мейджор, Ксантарес и еще один товарищ, которого я не могу вспомнить. Вот к ним добавились Logikman. Келикс. Келикс, точно, да. Еще там был Келикс, тоже молодой человек, которого называли вторым Ксантаресом или вторым после Ксантареса. Ну, вот сейчас Келикс вообще непонятно где, куда, зачем, почему. Не, почему? Он... Он с Люшей, по-моему, да, катает? Он где-то нормально. У них там, по-моему, Gorillaz называется. Я не помню, там ли он. Что-то они сыграли какие-то квалификации, и после этого кто-то куда-то ушел. Ну, вот, и не оправдали надежду. Да, да, да. Ну, он был там, а уже не там. Классно, классно. Ну, у них был стаг Сергей Флюшек и Аликс Эсперанто Сани. Вот, 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 горелось, да. Да, горелось. Вообще, кстати, жизнь составчиков-то в целом. Но, но не сыграл Лис. Ребята, но может быть, чем-нибудь еще придумать. Ну, так, в Энве поиграл Вениго. Даже был момент, играл, но это было вообще давно. Ну, он еще поиграл за Space Order с Академией. На замене там пару раз развалил. Пришел там, что-то 37 фрагов дал, ушел. Вот, нормально там все получилось. Ребят, Mighty Max у нас пока что в поджиме. Мейджор его ждет, все ждут. Сейчас прилетит Смок, и, соответственно, мейджор спалится. И спалит свою позицию. Mighty Max он может выйти и убить, например, прямо сейчас. А еще и флешка. Нет, Mighty Max вынужден отойти. Пролетают гранаты. Это сплит-выход на точку B. И постепенно турки готовы. Мези ловит. Лоджикмена. Погибает также мейджор, капитан команды. И раз, не получается. Инжин. Добивает врага. 2 в 4. Но Mighty Max что-то пока не читается. Времени 15 секунд. Нужно топить. Погибает еще Инжин. Выход. И хэдшот ловит также пас. Жестко, больно. Но что поделать. Я думаю, что самое время кэфчики посмотреть. Нам с вами. И они такие. 1.76 на команду Endpoint. И двойка ровно на коллектив SunGal при счете 1.1 пока что. И форсить должны турки, мне кажется, форсить всю эту историю. Потому что денег у них что-то вообще там прям мало и плохо. Практически никого не выбили. Дали только один фраг. И вот Инжин заработал лишние 300 долларов. Разве это деньги в Counter-Strike? Ну, купил ты себе флешку или смок или хэшку и что-то будешь с ней делать. Ничего. Так и живем. Так и живем. Да. Келикс-то у нас тут, оказывается, валорантик-то покатывает на самом деле. Ну, поэтому... Не будем о грустном. Поэтому вот так. Нет, ну, в принципе, ситуация логичная. Люди, у которых, может быть, не получается пробиться в КС, или люди, которые уже чего-то добились, как тот же самый Кристофер Алисунд. Все, вышел на пенсию в Валорант. Гитрайт. Ну, да. Почему нет? Многие североамериканские игроки тоже туда уходили. Даже, которые закончили карьеру в КС когда-то там год назад, полтора года назад. Они вот пошли играть в Валорант. А еще перспективные, подающие надежды. Он пытается в контр-страйк и Сангал, и Инпоинт. Хотя, я думаю, что у Сангалов были бы тоже неплохие шансы в Валоранте. Приемка. И выход на базу Б. Вновь планируют выйти, сделать Сангал. Но, опять же, потеряли большинство. Размен есть от Мейджора. Подловил еще и Мэйти Макс противника. Ну, и там, как мы понимаем, для Мейджора это погибель. Хотя один ХП оставил противнику. Мог бы еще и Мэйти забрать с собой. Но не тут-то было. Что вообще по Мафето, спросите вы, а я вам отвечу. Даст выбрали Сангалы. Дальше Мираж за командой Индпоинт. И Трейд, возможно, Десайдер. Где, ну, мне кажется, если доберутся, то у Сангалов будет много шансов. Потому что на Мираже их нет совершенно. Сколько не смотрел или наблюдал результаты Сангалов на Мираже. Но у них там 12 карт и 17% эндрейта. Сколько они там? Одну-две карты взяли? Две, получается. Да, две карты выиграли из 12. У мувиков, которые сами там играют Мираж еле-еле. И у команды Галакси Рейсер. Притом, что Индпоинтом они уже проигрывали. 8-16. Я думаю, что там будет на Мираже то же самое сегодня. Ну, если даст Индпоинт заберут, то, наверное, 2-0. Какое-нибудь потенциально мы здесь можем увидеть с вами. Начало вроде неплохое было для Сангалов на пистолетке, но потом... Но потом немножечко вся эта история ушла из-под рук команды Сангал. И уже Форс, уже раунд второй для команды Индпоинт. Ну, и, в общем, потихоньку, помаленьку так все дело и развивалось. Ну, честно говоря, я бы не стал еще так, знаешь, как-то категорично или не категорично хранить Сангалов на Дасте. У ребят карта одна из... Или даже, может быть, самая лучшая. Пока что, да, у них старт не сдался. Взяли пистолетное, а потом что-то пошло не так. Здесь мы видим тоже бисфрага для команды Сангал. Экономика защиты постепенно-постепенно растет. Но когда-то, когда-то давно еще, когда у нас были... Когда у нас была Мальта, там Индпоинты, я помню, что-то на Дасте шли. У них было, по-моему, 40 с небольшим дастов сыграно за 3 месяца. То есть эта карта у них практиковалась очень часто. Но сейчас у них, конечно, спад на этой карте. 36% финн рейта при 11 картах. И у команды Сангал 18 дастов и 78% финн рейта. То есть тут еще даже, мне кажется, если счета 7-1, то далеко ничего непонятно будет. Уже два фрага влетает от турков. И я очень хочу понаблюдать в дальнейшем за товарищем Лоджикменом. Потому что это очень клевый парень, который со снайперской винтовкой разваливает как не в себя вообще. Хотя я заметил, что Сенсей начал АВИК брать. Но, может быть, просто некому было. Потому что раньше в Space Soldiers был АВИКа Мэйджор. Но АВИКом очень посредственным. То есть какие-то вот прям демки-мувики он выдавал максимально редко. И, как мы помним, обычно на Инферно, на Кобл Стоуне, тогда еще был Кобл, в пуле. С поясы играли обычно в 5 калашей. То есть АВИК это была история за диффенс и крайне редкая. Они как-то больше по райфам отлетали. Так, ну вот Месси, Месси, Месси сделал хороший фраг по миду. Настрелял тут с калаша и ушел. Было тяжко. Ну, 5 в 2 бы точно было бы очень тяжко. 3 в 4 еще. Может быть, как-нибудь. Но, опять же, Б отдают. Из-за этого, наверное, раунд в любом случае не будет особо выигрываться. Флешку откинул. Почти забрал, кстати, оппонента. Зашивает. Близко все. Все очень близко, но не результативно. На самом деле, ни для одного, ни для другого. Вроде зачекал, со спины был, видно. Но, может, не обратил внимания. Ну, здесь закроют, да, всех. Второй раунд для команды Сангал. 3-2. Важный, нужный, хороший, очень вовремя раунд для этих парней. Кстати, только что заметил, что Сенсей не из Турции. Он из Австрии. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, а кто же у нас еще был из австрийцев. Я вот не могу ни одного найти вообще у себя в закромах, кто бы выступал из Австрии. Были выходы на лонг пока, что я пытаюсь вспомнить, собраться с мыслями. Минус от Крушала. Снайпер дает свой фраг на Инжина. Погибает также Сенсей. Попытка будет сейчас, наверное, от Лоджик Мэн разменяться. Читает Лива Томас. Нет совершенно. Погибает от Лоджик Мэн на его хэдшота. Дальше выход на шорт. Пас. Можно забрать двоих, но не погибает сам, не забрав никого. Здесь подсадка на плент. И Крушал будет с плента с авиком отрабатывать. Там уже спина подходит. Это Мези дает хэдшот и оставляет капитана 1 на 4. Он воевает. Да. Мэйджер, нет летает. Знаешь, что еще самое интересное? Стоюсь 17 лет. Ну, видно, что молодой такой, да, парень. Ну, не на 17 же. Я не знаю. Да нет, почему? Много ли ты видел австрийцев, дорогой мой друг, в жизни? У меня брат ездил в Австрию на год. Класс. Могу делать вид, что у меня брат австрийец? Нет. Ну, тогда ни одного. Ну, просто смотришь на турков в составе Space Soldiers, и они все на один возраст выглядят. Только при этом одному 20 лет, а другому почти 30. Мэйджеру уже там много лет. И они все бородатые, поэтому по ним вообще не понять, сколько им лет. Ну, как по тебе. Тебе же вообще не сказали, что тебе 17. Ну, просто очень много этого... Протеина, как он называется? Тестостерона у меня. Поэтому растет, да. Растет на лице, и как бы... Ну, паспорт уже не нужен в некоторых ситуациях, поэтому повезло. Ну, да, да, понимаю. Крушел закрывает паза 5-4. Большинство для команды InPoint. В начале, опять же, этого раунда под номером 7. Сурил. В ожидании чего-нибудь, какого-нибудь экшена. Инжин здесь все подсажены, ребята, из команды Сангалу. С одной стороны, с другой. Ну и вроде как-то уходят, пытаются что-то придумать. Но 45 секунд этот раунд какой-то пока что не до конца ясный становится. Ну, у них окна лаза на базе B, честно говоря, они каждый раз пытаются пройти в эту точку. И пока только однажды это было успешно, они как раз-таки залетали, отстреливали. Сейчас у нас 4 в 2 подбитые ребята. Погибает 1, Мезис складывается, но попытка будет поставить, может быть, бомбу. Лоджикмен открывается с авиком и получает по голове от Шурила 5-2. И, наверное, самое время посмотреть на кэфчик, которые уже явно сместились в пользу команды InPoint. Это 1,28 на британцев и 3,45 на команду Сангалу. Дает такие у нас коэффициенты париматч именно на даст, не Best of 3, не путайте в этом случае. Но пока согласен, согласен. И я думаю, что даже тот самый винрейт, который есть у команды InPoint, я сейчас прочекал статистику, он не совсем, скажем так, целесообразен, потому что InPoint карты, по крайней мере, 4 карты давали, даже нет, не 4, больше карты, давали Тир-1 командам. У нас пока что экономически есть смысл рассказать. Проигрывали команде Хаву, G2, BIG, 10-16 Астрали, сам 8-16, когда еще был девайс в составе. Проигрывали команде Virtus.pro, еще раз Хаву, 1-16, правда, там отлетели что-то, но побеждали не самые сильные команды. Team One, LinkBee Vikings, Double Pony, Farzov, Polymen, но это было 2 месяца назад. А у турков там получается Тир-2, Тир-3 команды, то есть я не вижу ни одного коллектива, который бы мог выписать, ну вот, может быть, Dignitas. А там Lil Mix, Trick, Pony, Bracer, Alternate, Nexus, то есть там такая движуха, но вот, например, можно выделить команду Skate. 2 месяца назад 16-2 выиграли у Skate, а Skate довольно парни сильные. Дам-дам, паз у нас здесь с вами. Ать-ать-ать, закрывает, и Томас делает фраг по пазу. 6-2. Шестой раунд, друзья, ребятки из команды Endpoint все закрывают. 1 на 7 NG, 1 на 7 паза. Ну вот, ребята пока не включились. Секомментатор реально 17, да, Олег у нас молодой парень, вот, поэтому... Я с 12 лет комментирую уже, Кэс. Ну и нормально, что, давно пора уже, еще год прохалявил, так-то все лицать, комментирую. Конечно. Поэтому ты, что-то, запоздал, но... Испоединяйся, располагайся, все как дома. Так, Томас, Томас, Томас! Томас, что-то тут у Томаса не... Непонятно. Как-то он странный, гранаты откидывает. Но вроде неплохо, все равно получается фраги делать. Просто в прицел. Это значит, скример был. Ой, мы недавно шли с кем-то, я не помню, с кем, по-моему, с другом. И вспомнили про Слендеры. Про замечательную такую игру, в которую, я не знаю, сейчас уже, наверное, не играют. Во всяком случае, раньше, в мое время, прям все очень сильно по этой штуке залипали. И прям было время, да. Классное время было. Но, в любом случае, времена меняются, интересы у молодежи меняются. Интересы вообще в целом людей меняются. Мы становимся старше, опытнее, старее. Хуже выглядеть становимся. Ну, за себя, пожалуйста, говори. Ну да, да, конечно. Женя, мне кажется, он на сообщении меняется. Я его как знал, там, 4 года назад, он вообще, да. Он даже ни в плюс, ни в минус. Он видит, что там что-то бывает на лице растет, ну и все. Да. А так, вот самый человек. Не, я, что-то, по-моему, года за три даже вообще как-то меняюсь каждый этот. Ну так ты, блин, тебе 12. Конечно, ты меняешься каждый год. Каждые два часа меняешься. То ты в ТикТоке, то пишешь какую-то песню, то там что-то побегал-пошел, побегал-пошел, попрыгал-посидел, да? Ну, из этой серии. Куда-то все меня несет в разные направления. Да. Поэтому такая история. Ну, в общем, друзья, как говорится, так и живем в целом. Да и в целом могу сказать, что плохо живем. Классно живем. Здорово живем. Вот скоро на студию поедем, кормить там будут. Тоже приятно. Самое главное, почему мы едем на студию, это не РМР только, что кормить будут. Кормить будут, чайок бесплатно. Сами понимаете, жизнь уже такая. В Москве, думайте, какие затраты огромные. Я там был в ресторанах, и у меня в глаза полезли в Калининград обратно, потому что невозможно такие, конечно, смотреть, особенно где-то в центре. Да даже не в центре. Не, ну вы там вообще миллионеры у себя, я думаю. У нас 2 кабай для команды Сангал. Ребята не торопятся, хотя начали так довольно активно, быстро. Но это стиль вообще турецкой команды. Я думаю, что мейджор практикует эту историю еще с времен Space Soldiers, где они просто летели и на стрельбе вытаскивали. Здесь, наверное, не получается, потому что НПО это и сами могут. Так они довольно шустые, резкие и отвечают примерно таким же. Поэтому здесь нужно с Сангалом подумать, может быть, темп сменить и пытаться его чередовать и как-то вот пробовать удивить, запутать противника. Но вот, может быть, сейчас получится. Есть раскидка. Полетели у нас первые стартовые гранаты. Смоук на шорт. Должен какой-то десант, возможно. А где флешка, ребята, против снайпера? Где флешка против снайпера? Нет никакой флешки. А, ну сейчас уже есть, да. Вот. Прилетело нормально все. Флешку заказывал, держи. Так, бомбу даже установят, кстати. Оп-оп. Попытка подпрыгнуть что-то, кого-то залутать не получилось. То есть, Томас враг сделал паз на размене, Энжин сделал также размен. Томас убивает паза и еще Энжина. Туда. Ну, в общем-то, да. ЕТА-8-2. Вот. И что-то как раз человек пишет. Я как раз пришел, когда во все это дело, во все комментирование. Как раз лет 17 мне было. Ну, на большой уровень, относительно. И на уровень, там, для себя покомментировать и для мамы, для зрителя даже. Вот. Тоже мне было лет 17. И все спрашивали, о, тебе 17 лет. Сейчас этот комментарий у меня такой, думают, вот про меня, потом вспомнил. Думаю, а мне же уже не 17-то как-то и третий десяток. Все дела. Поэтому, поэтому, да. Друзья, чики-пики. Потеряли сенсея. Мейджор берет в руки снайперскую винтовку. Может быть, по старой памяти даст капитан своим... Ничего не даст уже. Я пошутил. Я просто не очень смешно шучу. Тут у нас поджим с флешкой. Майзи Макс вышел... Точнее, Шурел под эту флешку вышел. Он дал размен. Ну, и теперь старая гвардия попытается разыграть. Вообще, ну, там, опять же, спина с бокса может подойти, если Томас брескнет. Но, как мы видим, там по экономике у Инпоинт все хорошо. Поэтому даже потеряет пару девайсов. Не сильно скажется на ходе игры. Вот уже половина постепенно заканчивается. Плюс-минус. Я уже боюсь смотреть на кэфы. Ну, да. Что-то страшновато. Через этот... Через два пальчика. Даже так страшно. Ну, я сейчас покажу после этого раунда. Да, потому что там уже... Ну, это еще хлеще, чем было у... Ой, Инпоинт. Они сейчас играют у Анонима. О, хороший молик. Приятный. Для команды Сангал. Пришел, кинул, прогорел. Нормально. У человека своя жизнь. Эту даже не получается. Так вот, кэфчики. 1.05 на команду Индпоинт и 8.5 на команду Сангал. Ну, при счете 9-2 это вполне логичные вещи. И поэтому здесь париматч абсолютно прав. В этом плане Сангал решили закупаться вновь. Денег хватает на калаши. На скаут для Сенсея. Не знаю. Я не понимаю, почему Лоджикмен не играет с Авиком, а именно Сенсея посадили. Я помню матчи, когда еще был не Сенсея, а другой человек. И там Лоджикмен такие... Именно. Да, такие штуки вешал с Авиком. У меня челюсть отваливалась. Почему сейчас так, я не могу представить. Возможно, была какая-то новость или что-то. Ну, типа Сенсея, как АВП, мне нравятся намного меньше, чем Лоджикмен. Возможно, он сегодня нас переубедит. Ну, лично меня, что он Авик лучше. Спасибо. Ну, держи. Пожалуйста, распишитесь, Олег. Олег Евгеньевич. Как вы встану? Олег Саныч. Сергиевич. Получить. Сергиевич. 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 Опа! Ой, йоу! У-у-у! У-у-у-у! Я не понимаю, как это происходит, если честно, как... Ну, просто не убивают спину. Как это так, ребята? У вас два раунда из... Из 11. А вы не убиваете спину. Сейчас еще и это залить можете. Бомба перед... Бомбу взяли. Так, надо как-то установить, как-то попытаться что-нибудь придумать. Просто Мезе вырвается. У него один хп, он живет. Он живет, как может. Хочет, как живет, как может. И что далее? 35 секунд. Ну, вроде как смотрится, что неплохая ситуация для Сангал. С одной стороны. С другой стороны... Вообще не факт. Майти Макс меняет свой девайс. Теперь МК и Калаш, соответственно. Ну и бомба будет устанавливаться. Лоджик Мэн против Месси. Нужно по шорту работать. Шорт. Шорт. Ой, шорт хорошо. Одного закрывает. И там еще со всех сторон просто уже и так, и сяк. И да, в итоге Месси выигрывает десятый. Непонятно просто. Это ужасно. Да. Олег Сергеевич, как у вас настроение супер. Супер. Несмотря даже на то, что это уже третья Best of 3 для меня сегодня. Я чувствую себя замечательно. Я не совсем понимаю некоторые моменты, которые сегодня команды показывают. И много вопросов к команде Sprout, например, и ко второй-третьей карте. В прошлом противостоянии здесь что происходит? Почему Сангал за атаку взяли два раунда? И на этом все пока что. Полномочия закончились. Почему они так стреляют? И я не думаю, что дело в Аймаре, как написали в чате. Спасибо большое, что это стендин. И куда Аймар делся тоже непонятно. Не правда. Не правда? Вранье какое стендин. Нет, нет, нет. Не врань. Не стендин. Я не знаю, где Аймар, но все меняется. И Аймар теперь как раз таки стендинит Аймар. Периодически. То есть Сенсей уже как мейн игрок в команде Сангал. Вот буквально с апреля. С концовки, видимо, апреля. Потому что уже май, кстати. И первый май, друзья. Всех с праздниками. Да, всех трудяк. Ну, хоть тепло еще пришло. Да, батареи отключили. В домах. Во всех почти. Не, воду отключают. Тебе хуже в этом плане. Энжин. Первый на контакте. Еще и Крушела почти добили. Снайпер команды Эндпоинт пытается жить. Спорит. Ну, что пойдет сейчас душить? Вон на флешку влетает Крушел. На! Получая через смок погибает Крушел. Возможно, третий раунд для команды Сангал. Хотя уже мчатся на ретейк. Денег там у защиты много. Попытаются. Игроки там жив Мези. Майти Макс. Эти парни, в принципе, могут. Сейчас один фраг Сэмки, другой Савика. И погнали. Тем более, что бомба только-только сейчас будет ставиться. Ну, вот тебе первый фраг от Майти Макса бешит по пазу. А там через буста можно еще кого-то найти. Уже выйти через шорт. Хотя Сэнсей, бомба стоит под него. Ждет проход. Нет, решает сместиться поближе. Но погибает Майти Макс. Сняли. Подсадочку прочекали этот буст. Из-под смока Хаешка пошла. Она там фуловая. Ну, уже не все, конечно. Но Хаешка вряд ли бы кого-то там смогла убить. Ну, и тут растерзали бедного. Мези. 10-3. Но тут путь камбэка, конечно, очень долгий. Очень долгий. Максимально. Ой. Олег, 10-3. Это вообще фигня. Это тебе не 13-3. Не 13-5. Нет, у меня в практике комментирования был матч. Вот самый жесткий камбэк, который я видел с 15-1. С 15-1. С 15-1. Команда вышла на допы и выиграла его. Этот мираж. Но там, я даже не помню, кто играл. Не могу сказать, но это был жесткий камбэк. Я такой, типа, окей. У меня было 16-0 за 19 минут. Нет, так у меня тоже было. Там просто летали. Все там, я смотрю, 20 минут прошло. У меня это на мажоре было. Причем забавно, что это был какой-то матч параллельной линейки. Я ее вообще из дома. Мажор из дома комментировал. Типичная ситуация. Один. Соло-кастом. Астрали сыграли с Cloud9. Вот это вообще веселуха была. Поэтому, ну как сейчас, в принципе, касты, мажоры. Соло-кастами. Так и тогда было. Ничего не изменилось. 5-4. Большинство за Endpoint. Но там очень странное какое-то действие. Предприняли турки. Они решили прокинуть смоук, как я понял, на петли в дверях и на контроле в присядку выйти вдвоем. При том, что флешка там уже прошла. Они сами от нее ослепли и решили вот чуть-чуть выползать. На что они рассчитывали, я не понимаю. Типа, я такое вижу впервые. Ну, видимо, какой-то был план. Они его придерживались. Выход от мейджора. Упирается в вражеского бойца. Стоит. Хей. Ну, ладно. Не прочекал угол чуть-чуть. Не досмотрел. Мед такой, ты что, братан, давай это. Давай не выдумывай. Опа, крушел. Не добрал фраг. Халявный. Может, сейчас доберет? Нет, не добирает. Еще и энжин Сурелла закрыл. Вот и все. Вот и все. Раунд сложный очень. Теперь придется разыгрывать ребятам из команды Endpoint. Хотя, хэдшот, хэдшот. Я беру свои слова полностью назад. Не слушайте то, что я вам сказал. Это все ложь в раке. И непонятные вещи, которые я не знаю, как 3 в 3. Олег Сергеевич, а вы про сцену комментируете? Ну, по идее, это про сцены, значит, да. Конечно, да. О чем речь? Ну, блин, про сцены, это все шелтивишное. Да, это все, ну, в основном, ну, да. То есть на ХТВ не добавляют. Но у меня вот недавно было, весь апрель, я комментировал историю с этим, 5 дней в апреле, как он называется, студенческую лигу. Вот там, конечно, далеко не профи, даже не полупро, а любители из университетов. Вот там было, конечно, забавно временами. Здесь тоже не без веселья? Нормально. Все-таки команды более подкованные. Да, ну, 5-4. 5-4, большинство за командой Endpoint. Mighty Max. 26 хп, горит молик. Сурьел под флешку, открывается. Ну, и тут 2 фрага. Ну, даже если раунд забрать, этот 4-3, ребятами из команды Сангал, то как-то все равно тяжко, друзья, будут выходить на вторую половину, проигрывая первую 4-1. Проигран. Ну, это опять же нужно рассчитывать сангалом и как-то уверенно брать пистолетный раунд. Может быть, даже не давать ставить пачку Endpoint, потому что эти на фарсе могут там навтыкать, что потом костей не соберешь. Брать первый девайсный, тогда уже, может быть, появится шанс на камбэк. Потому что карта атакующая. Я даже посмотрю, сколько у Сангал вообще процентаж по сторонам после того, как мы этот раунд досмотрим. Все-таки Mighty Max дает фраг на Logic Man на 3 в 2. Шансы есть. Времени, конечно, не так много. И Mighty Max битый. У него только 25% здоровья. Но тут Engine забирает Мези и все. На этом уже раунд закончен в этом плане. Поэтому. Так, сейчас я вам скажу. Сангальчики. Это у нас 51,5% на диффенсе и на атаке 48.36. Что касается команды Endpoint, у них примерно то же самое. Примерно то же самое. Там в полпроцента разница за диффенс. 53 у них. И 46%, 47 почти на атаке. Поэтому карта, скажем так, не сильно-то у ребят. Чего куда разнятся. Чего куда, мужики? Чего куда? Смотрим. Пистолет нужен с Ангалом? Нужен 100%. 100% нужен пистолет, друзья. Давайте глядеть. Если не получится, то будет тяжко. Очень и очень. Ну, врываемся мы с вами. И давайте глядеть. Команда Endpoint у нас побежит пятером через шорт. Тут десант. Впрыг, нужно сужать дистанцию, закрывать. В итоге не получается. Вообще абсолютно. Вдвоем на одной позиции. Но ни к чему хорошему особо это не приводило никогда. Да и сейчас не приведет. 11.5. Пятый раунд за сангалами. Ну, более-менее вышкребились. Вопрос, что сейчас придумает у нас команда Endpoint. Придумают они Force Round. Для себя сейчас вы можете прочекать баннер по трансляции на 100% бонус к первому депозиту. На париматч вот такую фишечку предлагает. Если увлекаетесь ставками, ищите новую платформу. А мы пока смотрим за Force. Сангалом ни в коем случае нельзя его проигрывать. Иначе это будет крах, фиаско, боль, печаль для тех, кто в команду сангал решил поверить. Не только сердечком, но еще и печеньками, например, какими-нибудь. Потому что это может быть 12-й, потом 13-й, потом 14-й. Только после этого бай. И за диффенс на Адасте возвращаться с такого ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сергеевич, как второго комментатора зовут? Второго? Да-да. Я не знаю, как у вас по батюшке, Александр. Викторович. Александр Викторович и Алекс Сергеевич сегодня для вас встречают. У нас пока что 4 в 4 ситуация. И Мейджор ждет, ждет чего-то. Как его по отчеству я тоже не знаю. Мейджорович. Мейджорович, да. Ну, у нас есть. Подожди, а кто же там был? Ну, Инжина точно зовут Инжин? Там тоже не стал долго думать, как это. У нас пока стоит бомба 4 в 4. Но был там еще один Инжин, который, возможно, как раз-таки игрок, который сейчас отсутствует. Томас, два хэдшота вешает. Томас тоже, Томас, кстати, там тоже, ребят, не парятся. Томас 3. Томас 3. Инжин погибает. Это взятый форс раунд с потерей только одного Майти Макса. Сейчас наберут себе девайсов полные. Эти не успели. Фомас схватить, эндпоинт. Ну, а теперь ответный форс будет для команды Сангал. И он будет очень дешевый. Отличные дела, друзья. Вы меня извините, если что не так, я просто, сами понимаете, не комментатор. Я вообще певец, приглашенная звезда. Нет, на самом деле, шутки с шутками. Вот у нас же в Доту взяли. Баскетболист, насколько я понимаю, прошлого. Я, если честно, не очень сильно изучал статью и вообще конкретно, что к чему. Но, насколько я понял, это прям какой-то хороший, прям большой игрок в баскетбол, который пришел комментировать Доту. Интересно бывает в жизни, да? Вот, а если чего, да, конечно, друзья, вбивайте в этот, куда-нибудь там, в iTunes. Саша Думенко, слушайте, трек, классный трек. Выпустил вот буквально неделю назад. Поэтому слушайте, кайфуйте. Все, кто любит кайфовый кальянный рэпчик, вам зайдет, мужики, это для вас. Ну, а так, конечно, смотрим. Дальше тут просто избиение от Томаса. Томас куда-то вообще летит невероятно. А я пока вам историю расскажу. Ездил вчера на дачу к другу. Вот. Никогда в жизни не жарил шашлыки, но вчера почему-то, почему-то пошел жарить шашлыки. И я так провонял костром. О, боже мой, это просто жесть. Вся одежда, весь я провонял костром. Я вот сейчас бегал в прерыве в душ. Мне кажется, теперь не только я, ну, я уже не воняю костром, но теперь, мне кажется, весь мой дом воняет костром. Это жесть, это такой запах. Вот просто огня. Великолепный. Ну, не знаю. Ты молодой, ты ничего не понимаешь еще. Тогда это намешано с какими-то различными, так сказать, напитками, там, типа, чая крепкого, вот, то воспоминания не очень такие от этого запаха. Но в целом, вот лучший запах баньки. Вот запах баньки это прям, вот, такая тема. Ну, а так. Самый лучший запах победы, который пока что не светит команде Сангал в этой карте. И, если уж говорить о запахах. Ну, тут нужно давать лютейший компейс. Олег, а какой тебе запах нравится? Да, много, много разных запахов. Но это, наверное, для личного стрима у меня пойдет, если кому-то интересно об этом будет поговорить, о запахах. Я обязательно поделюсь. Я сегодня, кстати, буду после матча стримить. Вот, можете врываться и... Мы с вами пообщаемся, да. На разные темы. Пока что у нас выход на лонг. Очень больно Инжину, хотя есть тиммейт. Сен-Сейт сбривает одного, дальше размен от Шурела, но Инжин успевает забрать Томаса. Шурел живет, 12 хп, пытается дальше. Там еще и пачка лежит, Шурел. Что-то там пытается анти-лоджикмен, врывается на Крушела. И все, тут шестерочка для Сангалов. Для Санмарина. Да, очень приятно. Может быть, если, конечно, Мези сейчас не выдаст квадрокилл, один в четыре. Но тогда уже можно будет действительно скидывать в своей команде Сангал на карту Демираж, чтобы были какие-то шансы. Но на Мираже, мне кажется, будет то же самое. Вот плюс-минус. Ну, закончить надо энпоинтом. Вроде как эти ребята не особо-то страдают вот такой вот вещью, как закидывание со счета 14-5. Я, если честно, за ними не особо это замечал. Ну, у всех бывают какие-то, наверное, некоторые моменты в жизни. Все люди не роботы. Все, бывает. Но, но, как так сказать, вот за командой Синерс я за Ливончиков-то почаще видел. Поэтому мне кажется, что эндпоинт конкретно в этом противостоянии, ну, уже со счета 14-6 как-нибудь разберутся и закроют своих оппонентов. Я думаю, что здесь все должно быть именно в таком ключе. Вот сейчас хороший момент. Пять калашей против МПшечки, кстати. Вот. Не хватило до конца на бай полноценный на всех. На все пять эмок. Ну, получается то, что при 1 в 4 Сангалы не успели, не смогли сохранить все свои девайсы. Он двоих месяц-таки забрал, поэтому экономика такая нестабильная получается. Для Сангалы на АВИК не хватило. Тут, как мы видим, на ХМ-ку не хватило, на еще одну. Ребята, Майти Макс ждет ли поджима от Инжина? Не ждал, но, как мы видим, реакция молодая еще, нормально все. Попадание в голову есть. Выбрали эту самую МПшку, хотя позиция Инжина была, ну, такая почти верняковая. Будь там, наверное, может быть, МК или ФАМАС, он бы забирал Майти Макса. Ну, вот что-то он решил открыться, сам посмотреть. Эти вот горячие турки, которые идут в бой, рвутся куда-то постоянно. Они, конечно, такие раунды могут почаще отдавать, но хотя они почаще отдают, судя по счету. Который мы видим на табло, что есть 14 на своей, пожалуй, лучшей карте. Я сейчас посмотрю, есть ли у них что-то лучше, чем карта Даст-2. Ну, может быть, Инферно. У них там карт побольше, чуть поменьше винрейт, но Даст в плане винрейта самый большой успешный пик. Но, видимо, не в этот раз. Наверное, пересматриваем. Мне кажется, что вот Эндпоинт, получив гигантский опыт против середин сцены, не так давно опять, они, пересмотрев демки, поняли, как трает противник, как им нужно играть против таких раундов, как действовать. И вот мы видим результат пока что такой. Не, Эндпоинт очень сильно бустанулись и, грубо говоря, почти вровень, ну, почти. Ну, они же Бегов, по-моему, обыграли 2-1, насколько я помню. Ну, беги, что-то вообще, я не знаю, беги. А, не, бегом они выиграли ЕГЭ 2-0. Фнатиков 2-0 закрыли. Бегов всех обыгрывали. Ты зайдешь сейчас, может, тоже Бегов. В соло, да, 1-5? Ну, конечно. Не, ну, если отставить шутки, то у Бегов сейчас большие проблемы с игрой. У них прям такой не очень, не очень промежуток пошел. Ну, черно-белая полоса вот такая вот сейчас черная. Это зебра называется? Полагаю, что да, Олег Сергеевич, вы правы. Ну, что ж, Александр Икторович, ну, такие вот бряли в наше время. Понимаете сами, время тяжелое. Приходится зебрами. Да, передвигаться. По всей видимости, мы скоро еще и на Мираж переместимся с вами, когда мы будем комментировать следующую карту. Не знаю, будем ли еще одну сверху. Зависит, в первую очередь, от команды Сангал, как они покажут себя. Я думаю, не стоит. Не стоит показывать, да? Думаю. Зачем? Думаю. Зачем? Это все, какие-то шалости, эти ваши трейны. Кому они вообще нужны? Действительно. Сами по себе. Что касается следующих дней, то... Я завтра работаю. Я завтра, но после тебя. Да. Нас разделили. Да. Завтра ты будешь со смайлом внезапно комментировать, а я с Дашкой. Вообще, я даже не знаю, кто это. Что это за человек такой. Это Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич. По-моему, Сергей Сергеевич. Могу ошибаться, но... Выглядит, как Сергей Сергеевич, точно. Вот ты приходишь и говоришь, о, Сергей Сергеевич. А он тебе достает Омеку из кармана. Ну и все. Пихили. Загублите. Да, да. Если не знаете, что... Ну ладно, не суть. Продолжаем, друзья, наблюдать, возможно, за последним раундом этого замечательного противостояния. Жаль, что они вместе. Да у нас, ребята, у нас все классные кастеры. У нас все ребята, блин, знают, что и как, поэтому не переживайте. Даже не только ребята. Вон девчата есть еще. Две. Ну, одна у нас, конечно, очень редкая, но периодически появляется. Если нужны поддержки. Майдмак закрывает одного второго с глаком. Перестрелки. Ну, в общем, ГГ, походу. Похоже на 16.6. Да, бомба вообще на БМ. Ситуация. Ну, Майджор не пройдет, его там ждут. И ждут в два ствола, понимая, где находится противник. И Шор ждут, но уже понимая, что это оффлэнд. И, конечно, Майджору нет никакого смысла. И Томас добивает последнего бойца. Майджор погибает. И у нас счет 16.6, который предвещает вероятный 2-0 за командой Endpoint. Сейчас мы еще на камеру с вами выйдем. Вы нас не только будете слышать, но еще и видеть, до чего технологии дошли, да, оказывается? Да. Как оно бывает сейчас? Я Сашку сделаю побольше? Жаль, так работает только в интернете, что я могу сделать Сашку побольше. Было бы весело, если бы я мог и в реальной жизни. Да, ладно. Мне нормально. Чтобы ты был как Мишлен из «Охотники за привидениями». Зефирка большая. Или печенье из Шрека. Ладно, мы ушли не в Тетебрия. Слабый Даст показали у нас ребята из команды Сангал. И Атака, что для них нетипично. Обычно они как-то вот более думающая команда. Не просто летящая. Как мы видели в начале Даста на Б-базу. Что у них, что просто через Тёмку пытались пройти, что через Смит с плитом. Но их везде ждали, перестреливали. И казалось, что как и в матче с командой Анонима, вот просто не хватает стрельбы. Туркам, может быть, это из-за долгого ожидания. Которые, опять же, мы не по графику шли. Потому что были Best of 3 встречи довольно долгие. И, может быть, в конце дня туркам играть посложнее. Может быть, в этом дело. Ну, а что будет на «Мираже», узнаем минут, наверное, через 15. Для вас, врухаб. Мингат, Саша Думенко. Он же Декрегия. Скоро к вам вернемся. Саша Думенко.